ребята привет такое видео небольшого утреннего рисования вида с балкона на лес и скалы я решил попробовать поработать мастерную пастелью гамма профессионально 48 мелков первое ощущение вот этого набора но вот физики мелков то что она в таком балансе находится мелок состав мелка твердости и скольжения от начала работают такую классическая масляная пастель которая и не твердаю же такая чтоб суховато для масляной тоже время не супер мягкая здесь у меня какие проблемы будут тут вид и он как бы полностью от ветки деревьев снизу то что вниз как бы это ущелье внизу река там внизу ветки снизу деревья стоят видны сзади деревья талии деревья одни деревья и ветки так можно подумать что и скучно но если присмотришься что уже не скучно интересно можно отрисовать и можно сделать интересный сюжет но проблема конечно есть определенная какая много похожих цветов ну или грубо говоря похожи хотя они все конечно же разные так как мы используем масляную пастель частности и там цветов немного до 48 то значит что будут какие-то размазы будут подмесы и будут прохождение сверху то есть чтобы изменить цвет допустим вот мы видим цвет и сейчас немножко осенняя история такая уже я могу к примеру ну допустим взять вот этот цвет и сверху пройтись и пока к чему это все говорю все вот эти приемы пока выполняются нормально то есть нет подозрения что что-то не получится где ну когда возникнут какие-то ограничения с точки зрения физики масляной пастели но я постараюсь их вычленить сказать об этом если они вообще возникнут и на каких этапах но пока все хорошо то есть вот я не спешу надо делать большой слой но честно она не такая же жирный что прибыль быстро большой слой сделать у нас когда мы планы создаем всегда есть некая проблематика насыщенности цвета то есть мы не можем грубо говоря делать вот здесь очень яркая но на переднем плане просто пока здесь нету ну допустим вот тут листин на преднём плане также одинаково ярко здесь и также одинаково ярко здесь хотя объективно порода деревьев что она вдали надо в долина горе что здесь что вот рядом стоит ну плюс минус то же самое то есть иными словами цвет листьев примерно тот же самый но варьируется там но одинаковым мы его сделать не можем на не можем иначе глубина не возникнет и вот тут как раз маленькие наборы могут не сильно быть в этом плане раскрывать этот момент но то есть и нам приходится брать несколько мелков разных и обеднять ими и вот так это делать в контексте конкретного набора только практика может показать то есть привыкаешь к нему изучаешь где какой мелок у тут и фиолетовым немножко глушил допустим и так далее чтобы не был яркий цвет как вот вот эти передние планы сейчас разберусь именно с набором гамма 48 пока не знаю наверное как-нибудь разберусь но даже вот эти немножко их видно надеюсь вам розовенькие цвета скорее все тоже могут пойти в дело все зеленые все пойдет в дело именно перекрывая сверху то есть где-то объединять и изменять цвет и когда еще раз повторюсь набор не очень большой оттенков то это но не то чтобы сложно но придется подумать надо но в то же время это интересно если бы это была работа с пример маслом вашу чем-то еще акрилом мы бы просто вымешали нужный цвет и нанесли то есть в этом плане проще вот сейчас я попробую еще дальше отдалить гору тем что я объединил вот эту шапку и словно зеленовато такую пожухшую же листика обе пожелтели но они тут не желтеют прямо желтая там есть и с хвоя сосны и так далее но это не суть это задний план там все равно детализация будет низко нужно сделать дымку чтобы она туда отодвинул приходится использовать несколько милков и вот пока это пока что удается вот сейчас ситуация вот там кое-где сквозь листву видны не только темные ветви ну вот на среднем плане ну условно скажем серы как бы серых хоть наборе достаточно но они плюс-минус будут идти на скалы а деревья как как ветви вот допустим зелененький красивый серый но так примерно таких средне темные тона но я вот здесь уже использовал и вот начинается история когда мы немножко даже можем отойти от какой-то реальности но изменить цвет то же время допустим я могу камни там они если вот фокусироваться на них как будто это передний план то они имеют там признаки тепла достаточно много но это если вот это был бы передний план а так как это задний план то я сильно растеплить не могу и изменить этот серый так чтобы отдать этот серый сюда если вы понимаете то есть и это очень интересная задача она хорошо развивает на самом деле в этом плане масляная пастель хороший инструмент таких подходов к цвету или таких осознаний вот свете которые именно вот так и можно понять когда мы работаем на палитре мы понимаем что то цвете да как мы его смешиваем как он образуется как мы можем объединить и так далее а здесь палитры нет и сознание все еще работает наше художественно как это делать но по другому но развитие происходит то есть осознание цвета все равно происходит то в то же время какой еще может происходить момент который не осознаются порой рисующими решение в принципе то есть как бы выход из рамок каких-то такого в толка то есть если мы понимаем что тут примеру цвета в наборе но не только тут а вообще в любом другом не позволяет решить или изменить цвет так чтобы это читалось до разным не позволяет эти цвета но нет их просто в наличии или физически причем невозможно то мы можем делать это вплоть там декоративно или как-то другим цветом но главное чтобы примеру если здесь вот есть масса верхушки дерева и там есть падающая тень мне нужно исполнить а вот через какой цвет и это сделает уже дело другое но как другой имеется виду через те которые есть и вот это научает работать с тем что есть но все равно рассказать историю и вот масляная пастель в этом плане очень хорошая штука вот сейчас я выхожу на передние планы и я их утемняю сильно то есть иными словами я сразу создаю подложку но в зоне силуэтой ветви очень темную почему потому что она сразу будет очень контрастный и по-любому воспримет с нами ближе здесь тому же когда здесь очень много деталей в частности я использую черный цвет все мы знаем что черный цвет он пачкучий да то есть может создать много ну окей грязи испачкать так цвет соседний и так далее но без этого никак иногда то есть это эффективно с точки зрения бы создания быстрые самые темные подложки сверху потом ее мы изменим цвет так чтобы это было близко к натуре но так как нанесенная сверху красочка на масляная пастель будет плюс минус тонкая или слегка подмешается в черный то она черным скорее все местами выглядеть не будет но темный все еще будет потому что нужно темность кое-где создать хорошего тогда глубина тени будет мощно и мы вот в этой большой массе детали не запутаемся когда ну и разумеется что-то придется обобщить так чтобы остальное нас нас или зрителя не отвлекло куда-то еще а так вот он нанесся ну а так вот он нарисован я его нанес я могу даже подрастереть тут что-то еще даже не боясь то что там будет не было она тоже не везде чисто синяя ну и как бы сейчас там и облака наползает то есть это небольшое незначительное количество черного который на бумаге он тоже мне сработает на серость облаков которая разберется сильно на будет серой и наверное тогда можно сказать что темное лучше вперед нанести и расцветлять или видоизменять цвет потом тогда он будет плюс-минус контролируем темный но очень важно не делать его толстым тогда сложно его будет контролировать он скорее всего будет ну может где-то там выскочить это усредненный такой подход последовательности ведения работы масляной пастели усредненной это не всегда так но это идет речь из того что мы имеем сейчас 48 мелков если были бы допустим пофантазировать больше мелков и сразу бы какой-то цвет был точно тон дерева и цвет ну то ствола там плюс-минус то вот тогда можно и небо сначала исполнить и сверху же нанести детали до какие-то которые спереди и это легче было бы даже легче чем вот так делать потом все это но вы поняли думаю да что мелков 48 и приходится крутиться именно потому что маловато так как здесь детали много но и сзади их вообще невероятно количество то не стоит даже думать о них которые сзади за деревьями за деревом ближайшим проще сразу объединить и обобщить если потом нужно будет создать ощущение среднего плана или каких-то признаков пространства сзади то потом проще добавить чуть-чуть количество деталей и все также вот на переднем плане уже можно мыслить ну как стратегию выстраивать что здесь будут более яркие цвета в том числе там фиолетовый может возможен синие яркие специфика масляной пастели специфика набора что в том числе нам нужно рассказать историю и даже если она будет где-то декоративной это ничего чем стремится соблюсти там все при все но будет вообще не отличимая друг от друга потому что много одинаков цветов черный я вот использую смело но будьте осторожны особенности задний план уже сделан ну плюс-минус можно испортить то есть вот уже здесь просто так пальцем двигать не надо то есть это я делаю в режиме этюда и допускаю что тут поконкретней то есть там примерно тонкие ветки они так и выглядят темноватые нанесешь свет более-менее сойдет и вот сейчас я начинаю чуть-чуть расчищать скажем зоны но делать их более чистыми более явными считаемыми уже сейчас здесь потому что основные детали уже которые там не очень почкучи можно наносить поверх неба и так далее какая есть проблема нужно чтобы пальцы были чистые не испачкать ну или желательно не касаться вторая проблема укрывистость светлых мелков то есть иными словами если укрывистость слабая или ну вы поняли подмешиваются видно прямо не закрывает материал то вот такая последовательность может не подойти темная да то есть она решительная конкретная типа черная но не может не подойти то есть надо было туда брать другой цвет который даже если подмешается более светлый то он будет более естественно но переживать о чем-то не надо если допустим сделали она там к примеру испачкалась до переживать не надо почему потому что это все еще опыт и какое-то осознание цвета след на следующем этюде изменяете подложку к примеру ну нижний слой подмалевочной и все и смотрите как ведет себя вашим поста данной ситуации вот сейчас в этом участке там есть но я могу рисовать снизу дерево могу не рисовать это вот по ситуации решаешь ну хотелось бы там часть ветви сделать но есть проблема какая мелков немного зеленых выбор небольшой ну и так далее не только зеленых а исполнить нужно то есть как бы вот ветвь которая там на среднем условно плане вот эти черные там все еще передний план будет в конце но и средний этот как бы условно полусредний тот общий задний да и вот нужно сделать так чтобы здесь была ветка но она на фоне таких же зеленых как быть и вот тут как раз то можно начинать брать разные другие цвета и отделять задний план другим цветом и тоном но каким цветом примерно теми цветами которые там есть они могут считываться потому что не нужно настраивать свое сознание что зеленый это зеленый там зеленых то раз два общался присмотришься они такие зеленоватые коричневатые серые там серые ветки где-то большие массы это пятнышки и грубо говоря вот простой способ если допустим где-то видим там вот сухие ветки ниже торчат они здесь ну просто вообще в другом месте но в лесу они выглядят как-то идентично так может быть он просто берем и делаем такое пятно просто пока что и смотрим как она создает нам контраст дерева который мы хотим выделить или нет но главное чтоб цвет был более-менее из этой оперы что называется что в лесу в этом есть такие цвета хотя на самом деле сейчас вот это ведь который пока еще не ветви вы не понимаете понимаю вот здесь будет она у меня в реальности находится на фоне абсолютно такого же зеленого но если физически это сделать не могу то я просто в любом случае цвет изменю и все то есть нет не нужно вот париться из-за этого что блин там зеленая как зеленая на зеленом да никак просто цвет изменить и все теперь я вижу ветви начинают тут выделять немножко все массы этот не передам иначе вообще не развернусь тут такое нагромождение ветвей просто катастрофическая как но что-то можно до сделать и как раз по черненькому начинаю там что-то уделять если допустим я вижу мог там и у меня такого цвета нет и пытаюсь его сделать и он все еще сливает стоило просто делать не буду то есть есть некий ну отказ от определенных нюансов деталей которые могут не исполняться или не получаться или нету времени что-то еще но в контексте тюдо все равно какая-то конкретика должна быть что это значит что кое-где даже ветви могут остаться черными то есть нет смысла изучая вот какой-то пир первично это первый раз этот вид исполняет сразу стараться его сделать на максимум то есть стоит сделать хотя бы там как-то понять об этом и если вот именно этот вид почему-то очень нравится хочется его точнее ли вы считаете что так нужно счетом как-то дорисовать но сейчас не получается в этом этюге лучше сделать еще раз и изменить какую-то тактику с учетом того что что не получилось где там цвет может испачкался где цвет не нанесся касаемо гаммы непосредственно повторные слои как вообще ну вот в принципе наносится наносится размазывается но я бы не сказал что так уж легко то есть средний средний светлые цвета и там елозит немножко но все еще мог жить можно ну точнее чтобы оставить свой приходится немножко акцентированно наносить то есть не просто давить сильно а вот именно что поставила к в этом месте немного с усилием точника нанес и вот здесь уже на финальных таких этапах я беру вообще вот видите какой какой цвет светло-розовый на ветви наношу и самое интересно если присмотреться он там реально есть может быть просто не в таком чистом виде не в такой концентрации но некий свет такой там присутствует далее листва она как бы пожухлая уже такая кое-где-то сидели немного еще но это такой пожухлый листвы тоже уже она такая как бы темно-коричневый зеленовато темно-коричневая даже красноватая где-то и тоже вот попробую как этот цвет его нет просто в наборе тут нету вымешать нельзя короткий тюд ты особо тут не не устроишь тут какие-то смешения просто коротко и ясно цветам листьям точнее отдаем какой-то цвет который нигде еще не повторялся за счет этого тонн здесь будет яркий передний план ну и скорее всего чтобы этот цвет отсылал к некой ассоциативной связи что это ну пожелстевшая листва да и все то есть вот эти ахристые взял и скорее всего будет понятно что это что-то осеннее какие-то еще если нужно сделать акценты всегда и желтые они хорошо выделяют тоже можно там усилить свет на ветвях если ощущение освещенности используем в конце уже чистые при том что даже кое-где вот черненько просвечивается ничего страшного особенно какого-то первичного изучения зато он точно линию нам дал контрастность дал и все с иными словами всегда при всегда в каждом рисунке дрожать о чистоте порой и не стоит почему потому что она связывает как бы по рукам и ногам а нужно понять сделать что масляная пластель в определенном моменте не самый простой материал и нужно самим уметь себя разгрузить таким образом чтобы у вас что-то получилось что-то состоялось когда что-то получилось и состоялось можно улучшиться или как бы сказать оптимизировать этот процесс исполнения или эту последовательность так чтобы но если вам вдруг не нравится примеру там где-то черный цвет а вы его просто не будете использовать или будете но меньше или какой-то другой так у меня это ветка в этой зоне там не получилось то есть чувствую что не вывозишь и не хочется вот из-за этой ветки устраивать здесь целую историю я просто обобщил его тоже не стоит как бы прикрепляться к очевидной объективной реальности таким образом чтобы ваш этюд превращался в какую-то каторгу я лучше что-то конкретное такое для себя понятное исполнить и все и не переживать да так бывает ветки то и нет потому что но маленький формат мелкие крупные попробуй тут все это разрули и так далее тем тем не менее если время вот именно время физически позволяет ну там несколько часов можете посидеть то иногда залипнуть там по вырисовывать не лишнее не лишнее но вот это залипание с вырисованием желательно уже сделать повторного ну как это усредненное данное очень усредненное потому что кто-то может сразу если уже на опыте сел и не спешит спокойно сделать в то же время как бы сам навык или опыт исполнять обобщенные короткое умение вычленять основное тоже важен и вот на таких началах как сейчас исполняете этот этюд это как раз очень хорошо развивается итак друзья первый первое мое знакомство в более-менее комфортных условиях мастер на по столе гамма я закончена кое-что для себя вывода сделали у нее вот стояли достаточно такие жесткие условия сейчас я тестил черным начал так далее плюс-минус вытащила то есть вот эти мазки все еще нанеслись и ничего сам я в общем-то доволен как минимум мы уже знаем что она хорошо рисует при холоде это уже вариант на дальше посмотрим а на этом друзья у меня все увидимся в новых видео пишите комментарии творческих вам успехов подписывайтесь на канал до новых встреч пока